христос воскрес христос воскрес это удивительное светлое победоносное событие я хочу сказать всем святым и верным моим друзьям которые рассеяны по просторам матушки земли радоваться поздравляю вас дорогие братья и сестры с великим и славным событием воскресение господа нашего иисуса христа пасха явилась жизнь явилась христос воскрес воистину воскрес много было разных событий в истории человечества и еще немало будет но не было нет и никогда не будет события столь великого и столь важного для каждого жителя земли как смерть сына божьего и воскресение его из мертвых возлюбленная сегодня на фоне гибнущий в агонии страха земли воскресение господа иисуса это неописуемая победа жизни над смертью воскресение христа это победа радости над унынием воскресение христа это победа смерти над чмою воскресение христа это победа любви над ненавистью воскресение христа это победа свободы над рабством, воскресение Христа – это победа мира над враждою. И в эту великую победу Господь дарит нам свою благодать, дарит нам возможность ощутить, какова же была первая Пасха, которая была еще тогда в рабстве. Египтяне были тогда еще в рабстве, и они тоже были в своих домах, там, где они находились, каждая семья в своем доме, отделена от сообщества, это потом, в ту ночь, утром, уже, наверное, на утро, Господь вывел их из своих домов, из рабства. Это потом Господь, Иисус Христос явился на землю, и апостол Павел сказал потом уже, что Пасха наша – это Христос заклан за нас. Друзья, Христос предан за грехи наши, говорит апостол Павел в послании к кремлинам в 4 главе, в 25 стихе «И Он воскрес для нашего оправдания». Я хочу сказать, что это величайшее событие сегодня мы с вами празднуем. Он был предан за твой и мой грех, но Он не остался там, в аду. Он воскрес, и воскрес для нашего оправдания. Это надежда, это упование, это вдохновение, это радость. Еще раз хочу сказать, возрадуемся сегодня, друзья, возрадуемся. Посреди смятения и отчаяния, посреди растущей статистики тех, кто заразился вирусом на нашей планете, посреди таких неприятных, а то и ужасающих новостей и прогнозов, возрадуемся, потому что у нас есть Иисус Христос, который жив. Он был мертв, говорит Иоанн, когда видел Иисуса на острове Патмос, но все жив. Он был мертв, но все жив. И жив во веки веков. И однажды Иисус сказал своим ученикам, в Евангелии от Иоанна это написано, «Я живу, и вы жить будете». Представь себе, как Он сказал. Он повернулся к ним, и Он говорит, «Я живу, я живу, вы жить будете, мы с вами будем жить во веки». Я хотел бы сегодня вместе с вами поговорить о этих трех важнейших днях истории человечества, которые изменили всю жизнь. Вы знаете, что у евреев день начинался с вечера еще. То есть мы говорим о пятнице, субботе и воскресении. Мы сегодня вспоминаем этот путь Господа нашего, эти особенные, важнейшие дни, которые были у нашего Иисуса на этой земле, и которые изменили весь ход человеческой истории. Пятница – это день боли и страданий. Евангелие от Матфея, 26 главе, с 36 по 38 стихи. Мы читаем такие слова. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Герсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И взяв с собой у Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбить и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Вы знаете, что было тогда? Ученики не смогли бодрствовать. Что такое бодрствовать? Что значит, когда Иисус обращается и говорит, побудь со мною, поборствуй со мною, побудь, помолись, поборствуй со мною. Друзья, я хочу сказать, что в дне скорби и печали каждому из нас нужны близкие люди, которые не будут нас укорять, но которые станут рядом, чтобы понести с нами трудности, боль, печаль, в которой мы находимся. И чем-то облегчить, может быть, свою участью нашу трудность. Иисус взял с собой самых близких. Он взял тех, кому Он доверял. И Он разделял с ними свою печаль и свою трудность. Есть несколько уроков, которые мы можем извлечь из этого. И самый первый урок, который лежит прямо на поверхности. Если Иисус нуждался в друзьях, насколько больше мы с вами нуждаемся в друзьях? Я хочу сказать, что вообще идея Церкви Христовой – это идея взаимоотношений, это идея общины, это идея отношений и дружбы. Несколько дней назад я общался с одним из моих друзей. Он является известным служителем. На протяжении вот уже почти 50 лет он несет пастырское, апостырское попечение о многих церквях. И он сказал мне эту мысль, которая очень сильно перекликается с тем, что в моем сердце. Он сказал, весь институт церкви, все учреждение, которое Иисус оставил на земле, которое мы называем церковью, оно основано на взаимоотношениях. Оно основано на том, что человек свое сердце поворачивает к другому человеку. Подумайте, только Сын Божий, у Которого была вся власть, Который пришел с небес, поворачивается к людям, к своим друзьям и говорит, «Я нуждаюсь в вас, пободрствуйте со Мною хотя бы один час». Друзья, второй урок, который мы можем извлечь здесь, состоит в том, что Иисус открыл, открыто говорил с Ним о своей боли и о своих тревогах. Что Он сказал? Он сказал, душа моя скорбит смертельно, прямо искренне, по-настоящему Он сказал. А когда молился, не молился, закрыв себя, чтобы никто не услышал, молился так, что эта молитва была слышна этим людям, и они записали, и эта молитва дошла до нас. А здесь что Он говорит в этой молитве? Так важно нам услышать. Вот здесь внимание, смотрите, что Он говорит. Он говорит, обращаясь к Отцу Своему, «Все возможно тебе». То есть, другими словами, в эти минуты скорби и боли, Он обращается к Богу и говорит, «Я знаю, что ты все равно имеешь всю власть и силу. Ты Бог, ты всемогущий». И это урок для многих из нас, когда твоя душа болит, скорбит, когда ты терпишь лишения, когда кто-то из близких или родных заболел, или, может быть, ты потерял близкого человека, или, может быть, ты банкротишься, или заболел, диагноз очень неутешительный, или, может быть, отношения, которые ты строил, созидал, они рвутся у тебя, и ты чувствуешь, твоя душа болит. Ты засыпаешь, и эта боль засыпает с тобой. Ты просыпаешься, и первая мысль, твоя душа болит. Вот здесь мы видим Иисуса. Он не только нуждался в друзьях, Он еще и обращался к Богу. И Он, обращаясь к Богу, не жаловался, не ворчал на Него, но Он говорил, ты все можешь, тебе возможно все. Вторая мысль, которую мы слышим в этой молитве, Он говорит, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня. Смотрите, какой искренний, какой настоящий. Я знаю, что некоторые люди настолько привыкли скрывать свое состояние, что они перед обществом всегда показываются такими, знаете, ну, что у них все классно, все хорошо. А Иисус не был тем, кто играл. Он искренне, по-настоящему говорил о том, через что Он проходил. Говори о своих тревогах и болях своим близким друзьям. Говори Богу. Иисус ведь Богу говорил. Друзья тоже слышали. Третью мысль, которую мы видим здесь, Он сказал, ну, ничего я хочу, а чего ты. И вот этим и завершается эта молитва. То есть, после того, когда Он открыл свое сердце, что Он сделал? Он передал всю эту тревогу и боль в руки своего небесного Отца и сказал, да будет твоя воля, не как я хочу, но как ты. День пятницы. День начинался с вечера и заканчивался вечером. Это день, в который мы вспоминаем крест Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Он был бит. Он был просто... Его тело было изорвано на куски. Его тело было настолько изможденным. И Он был распят. Шесть часов висел между небом и землею. Вы знаете, я нашел в Писании тот текст, который говорит, как сам Иисус отзывается о кресте, говорит о кресте, через которое Он должен пройти. Не прошел еще. Иоанна 12, 32. Он говорит, когда я вознесен буду от земли, и всех привлеку к себе. Другими словами, Он говорит, когда меня распнут, знаете, что произойдет? Внимание всех будет приковано ко мне. Ты не можешь пройти мимо креста. Он закрывает собою весь горизонт. Он заполняет собою весь эфир. Ты просто останавливаешься в ступоре, смотря на распятого, висящего между небом и землею. Того, кто не сделал ничего, за что мог бы быть приговорен к смертной казни. Да и какой еще смертной казни? К позорной, к распятию, мучительной. Того, кто в агонии, там, на кресте, истекая кровью святой, непорочной, чистой кровью за грехи человечества, висит. Он говорит, когда я буду распят, я всех привлеку к себе. Друзья, крест имеет очень сильную, мощную, притягательную силу, и наше внимание приковано к нему. Апостол Павел скажет, что крест распятия Иисуса – это сила Божия. Это не просто, знаете, какая-то история. Это сила Божия, в которой есть спасение каждому человеку. Что ты будешь делать с твоим Богом, который распят между небом и землей? Нет, а религия мира не могла даже додуматься до этого, чтобы своего Бога распять. А Иисус, Он в другом месте говорит, я добровольно отдаю свою жизнь. Он пошел на крест, потому что так сильно возлюбил тебя и меня, что отдал свою жизнь, чтобы мы ее обрели во Христе Иисусе. Что ты будешь делать, когда вокруг столько всего происходит? А вот Иисус, Сын Божий, распят за все человечество. Ты пройдешь мимо, ты убежишь в своих делах, будешь дальше жизнь свою устроять, карьеру свою поднимать, каким-то образом деньги зарабатывать, все свои дела решать или остановишься. Я скажу вам, я как вкопанный стою у креста, я не хочу никуда бежать. Я могу найти, склонившись у креста. Иисусе сегодня говорит с креста, кто-то сказал, ну ничего себе у них гвозди были римские такие-то, наверное, огромные такие, что тело держали вообще. Они, скорее всего, привязывали, потому что под весом тела человек поднятый мог бы упасть и вырвать эти гвозди. А Макс Лукада, один из известнейших авторов, который описывает Голгофу, он говорит, нет, не римские гвозди держали его там. Он действительно Сын Божий. И Он действительно мог сойти с креста. И поэтому все, кто находились рядом, кто понимали, что, скорее всего, это правда, что Он Сын Божий. Он не сделал никакого зла. Да и табличка над Ним была такова. Царь Иудейский. Они говорили, сойди с креста. Разбойник один говорил, сойди с креста, спасешь и себя, и нас. И в толпе где-то вот эта мысль была, когда Иисус закричал или, или, лама, самофани. А они тут же стали говорить, Илью зовет, Илью зовет. Вот сейчас будет происходить сверхъестественное что-то. Вот как Лазарь вышел из гроба, сейчас Иисус просто выйдет, просто сойдет с креста. Сейчас что-то произойдет, что-то произойдет, что-то произойдет. И многие зеваки, которые находились там, были в неком ожидании чего-то сверхъестественного, что должно было бы произойти сейчас. Ведь он Сын Божий, его правда ни за что-то убивают. Эти-то разбойники, понятно, а он-то за что? Ну, верил, ну, говорил, столько людей исцелил, столько сделал, столько раз кормил людей, брал эти рыбки, хлебы, благоставлял, ученики есть у него. Ну, ну, что он сделал такого? Он точно сойдет с креста. И Макс говорит, нет, не римские гвозди удержали его там, но любовь, к тебе, именно любовь удержала его, чтобы не сойти с Голгофского креста. Вы помните, был момент, когда Иисус в садуге, в Сыманском поднялся с колен, увы, тер пот, который был, как капли крови после этой молитвы. и тут приблизились эти воины, которые пришли взять его. И Петр тут же очнулся, проснулся, он схватил меч, достал его и рубанул одного человека. Но он не был воином, он был рыбаком, и он отчек ухо рабу первосвященника. И вы помните, что сказал Иисус на это? Во-первых, он обратился к Петру и сказал, чтобы тот свой меч положил на место. Во-вторых, он исцелил это ухо того, кто пришел в числе врагов. он исцелил его ухо. А в-третьих, он сказал, Петр, неужели думаешь ты, я не мог бы умолить Отца Небесного, и он не послал бы двенадцать легионов ангелов. Вы знаете, вот тот момент описывает то, что Иисус все еще Сын Божий. Он имеет власть сказать слово. Он может обратиться к Отцу, поднять голову и сказать, Отец, за что они пришли? И в этот момент все небеса просто опустились бы на землю, и все эти люди были бы просто стерты с лица земли. Но Иисус не сделал этого. Его любовь к тебе и ко мне она победила. И так Иисус умер. Последнее слово, которое сказал Он, Он сказал, совершилось. Потом Он еще сказал, Отче, в руки твои отдаю дух мой. Но ключевое слово, которое вышло из уз его, Он сказал, совершилось. И испустил дух. Его похоронили, его тело похоронили. Что же было с самим Иисусом? Апостол Петр в третьей главе он описывает это, и он говорит, что Иисус спустился в преисподние места земли. И здесь написано так в девятнадцатом стихе третьей главы Перепослания Петра, которым Он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал, никогда не покорных, ожидавшему их Божьему долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды. О чем он говорит? Он говорит о том, что Иисус после смерти, а Он умер как грешник. Апостол Павел говорит, что Он стал грехом за всех нас. И этот же Петр во второй главе, он говорит, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Вторая глава, двадцать четвертый стих. То есть Иисус взял грехи, наши, и вознес телом Своим на древо. Апостол Павел описывает, что также проклятие Он взял на Себя. Он взял на Себя также все болезни. Здесь апостол Петр говорит о том, что Он взял также на Себя все болезни, и ранами Его мы исцелились. И вот проклятый, так и написано в Писании, проклят, всяк висящий на древе, проклят. Весь в грехах, в болезнях Он умирает. Чудо не произошло, как ожидали все. Чудо не произошло. Напротив стала тьма, землетрясение. Но когда Иисус умирает, Он идет в преисподние места земли. И там, в преисподних местах земли, Он попадает туда, как грешник, потому что Он взял грехи всех людей, всего человечества на Себя. Но сам Иисус не сделал никакого греха. И там, в аду, Он возглашает, провозглашает о том, что произошло. И Он посещает всех этих людей, праведники Ветхого Завета, которые умерли до Иисуса и которые смотрели верою, что придет Мессия. Теперь они могут встретиться с Ним там, в аду. И апостол Петр говорит, что Он возвещает им, Он, после этого, Он забирает ключи ада и смерти у дьявола. И есть несколько текстов Писания, которые говорят об этом, что смерть больше не имеет никакой власти над нами, евреям, вторая глава. Я должен сказать, что не идет речь о физической смерти, о вечной смерти, потому что слово смерть – это разлука. Физическая смерть продолжает существовать на земле, но смерть как разлука с Богом. Вот эта смерть не имеет никакой власти над нами. И здесь написано, что Он лишил силу, имеющего державу смерти. Евреям, вторая глава, 14 и 15 стих, то есть дьявола, и избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Как мне нравится этот стих, 15 стих. Послушайте, Он избавил, Он избавил тех, которые через всю жизнь были подвержены рабству. Вот почему мы говорим сегодня, что мы свободны от страха, от рабства, потому что Иисус это сделал. И знаете, наступила суббота, Иисус в аду, Он там, в этом дьявольском царстве, в штаб-квартире дьявола, и Он на самом деле поражает дьявола в голову. Помните, в третьей главе Бытие там сказано пророчество, что дьявол, и это слово Бог обратил к змею, но на самом деле к дьяволу, что ты будешь жалить его в пяту, Он будет поражать тебя в голову. Вот оно поражение дьявола в голову, там в аду. И опять-таки, это выглядело совсем по-другому. С нашей перспективы это выглядело, что Иисус проиграл. Фарисеи, саддукеи, книжники, разные политические силы, они завидовали, они хотели убить Иисуса, они думали, что мы убьем Иисуса, уничтожим эту мысль, дьявол внушил им, что мы уничтожим его, и все прекратится. А на самом деле, они даже не осознавали, что они в Божьем плане, что Божья перспектива совсем другая. И я в этот момент хочу сказать каждому из вас, кто-то, может быть, думает, что, ой, как ужасно все вокруг, но есть Божий план, есть Божья перспектива, и Бог действительности всемогущ, и вседержитель, Он сильнее всего того, в чем мы находимся. Люди, находящиеся тогда в этом процессе, не осознавали всего того, что происходит. Только спустя время, Божьими глазами, Божьими линзами, когда они могли бы посмотреть, если бы они могли посмотреть, если бы их ум был открыт к разумению Писания, они бы понимали, что на самом деле происходит не поражение Сына Божьего, а победа Сына Божьего. Поражение не Иисуса, а поражение дьявола. И хотя Иисус умирает, но своей смертью Он высвобождает все благословения, которые были даны Аврааму, потому что апостол Павел об этом говорит в послании Галатам, что только после смерти завещателя завещание вступает в силу, должна произойти смерть завещателя. Иисус своей смертью Он дает возможность всем благословениям прийти на тех, кто, так же, как естественные дети Авраама, так же и дети Авраама по вере, примут Иисуса и будут свою жизнь продолжать вместе с Ним. И благословения, которые были сказаны Аврааму, придут на этого человека. Но я хочу вместе с вами перенестись в субботу и навести свою резкость на учеников. Что происходило с ними, что в их сердце. Скорее всего, они между собою рассуждали, думали, как же мы могли так, как же мы могли так пропустить этот момент. Как же мы Иуду пропустили? Ведь на тайной вечере Он же сказал, что Он вор. Он же сказал, что один из вас предаст Меня. Как же мы подумали о том, что Иуда просто выскочил, пошел какое-то задание исполнять, которое дал ему Иисус. Что же будет теперь? Иисуса убили. Он не сошел с креста. Он не явился, как Сын Божий. Мы все ожидали, мы все верили. Наши жизни изменились. Мы пошли за Ним. Мы, галилеяне, здесь, в Иерусалиме, в столице, иудеи. Мы здесь. Что же будет? Его убили. Да и нас убьют. И нас убьют. Петра там узнали же тогда ночью. Конечно, нас убьют. Вы знаете, это день, день отчаяния для учеников. День потери и утраты. Возлюбленные, в чем ошибка здесь? Что не так? Вы знаете, если вы будете внимательно изучать то, что говорил Иисус, приближаясь к страданиям, то вы найдете в Его словах, где Он описывает все, что произойдет с Ним. В Евангелии от Матфея 26 главе Он говорит так, 31 стих, 56 стих. Тогда говорит им Иисус, вы все соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано порожу пастыря и рассеются овцы. Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. Смотрите, Он прямо говорит, вы все соблазнитесь обо Мне. Иоанна 16 глава, 16 стих. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. 20 стих. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости. Потому что родился человек в мире, так и вы. Он говорит ученикам своим, какой любящий, настоящий отец. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Друзья, хочу сказать, что так часто в нашей жизни бывает, когда наши планы рушатся, когда происходит не то, что мы можем контролировать, когда что-то происходит, что превыше нашего разумения и понимания, мы приходим в смятение, в отчаяние. И это то время, когда тебе нужно вернуться к Писанию, вернуться к обетованию. Вы знаете, что в Библии более 7 тысяч обетований, обещаний, которые Иисус на страницах Священного Писания оставил для нас. А что сделал апостол Павел? А он сказал, во Христе Иисусе все обетования да и аминь, как будто два гвоздя забил. Да и аминь. То есть, если ты веришь, они все исполнятся. Подождите, но мы закрыты в домах, подождите, но мы боимся. Стой, стой, вернись к обетованиям, вернись. У тебя суббота может быть сегодня. Может быть, ты в отчаянии, может быть, ты тоже в страхе, как ученики, что будет, может быть, и мы умрем, может быть, и мы умрем. Они тоже думали так, что если Иисуса убили, то, наверное, и нас так же. Вы знаете, я так рад, что после субботы наступает воскресенье. И я хочу вместе с вами перейти в воскресенье. Мы с вами сейчас в воскресенье. 28 глава Евангелия от Матфея. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. «Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет, стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Как это удивительно. Представляете, эту картину только рассвет, только-только начало. На рассвете Мария и другая Мария, они бегут к гробу. Там есть местописание, Иоанн описывает, что когда они пришли, они увидели ангела, и они просто оттуда побежали обратно за учениками, за Петром и Иоанном. Ну вот здесь вот первые вот эти моменты, они прибегают к гробу, и вот картина, которая открывается перед ними. Перед гробом лежит немало военных с оружием. Знаете, как кремляне одевались, такие щиты, за всеми щитами просто лежат. Неподвижно. И можно прямо в воздухе слышать какой-то трепет, как ужас какой-то. Просто. А это ведь была элитная вообще-то рота. Это были войска самые лучшие. Вы знаете, что когда Иисус умер, какие-то тревоги, беспокойства не покидали вообще всех людей, которые убили. Вообще это круто. Представьте себе, Пилат умыл руки, убил, и значит, после этого к нему люди приходят, говорят, слушай, поставь войска, потому что ученики, вообще-то они говорили, что он воскреснет. Там вот эти слухи ходят, они украдут его ночью, скажут, что он воскрес, он берет, ставит лучшие воска. Я представляю себе, как он их выстроил, и он говорит, ребята, послушайте, я не разрешаю вам ни на одну минуту уснуть, зевнуть, никаких шуток, никаких анекдотов, никаких кофебрейков. Просто. Стоите, смотрите, потому что, если только придут эти ученики, и если они украдут, и вы проспите это, то вы все будете просто мертвы. И все. И вы знаете, там в действительности, они все стояли, они все, они все стояли. И вдруг приходит ангел. Ангел, написано, как молния, свет. Вот знаете, Божье Царство, оно светло, оно как молния. Приходит ангел, как свет, одежды белые, приходит и отваливает камень. Какой камень? Вы что шутите? Камень-то огромнейший, 100 килограмм или 200 килограмм. Ангел пришел и отвалил, и сел на нем, и сидит. И вот приходят две женщины, Марии. Они смотрят, смотрят, вся охрана лежит, вся лежит на полу, просто на земле, точнее, просто в шоке и в ужасе. Ангел сидит на камне, просто сидит на камне. И ангел заговорил с ними, камень отвален, и ангел говорит с ними, как человек. и ангел говорит, пойдите, посмотрите, место, где он лежал, его нет здесь, он воскрес. Как это круто. Знаете, Писание говорит о том, что Иисус вообще-то был даже на одном собрании, где 500 человек было. Иисус являлся многим людям, еще 40 дней ходил по земле. Представьте себе, Пилата, который сидит у себя во дворце, я думаю, коленки его трясутся, потому что он дал распоряжение, его распили, его убили, через 3 дня, он ходит здесь, ходит здесь, по городу, все его видят, многие его видят, он вообще проходит сквозь стены. Он живой, он живой. Вы знаете, когда вот Марии эти зашли туда, они правда увидели, они увидели у изголовья, где лежал Иисус Пилены, а Иисуса там не было, Он воскрес. Мне очень сильно нравится этот текст. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Подойдите, подойдите. Этот глагол мне очень сильно нравится, я так хочу обратить его к каждому из вас. Может, тебе сегодня нужно услышать это? Подойди поближе, не стой со стороны, не смотри, не думай, ну ладно, Пасху мы отпразднуем, а что дальше, опять непонятно что. Подойди, Он жив, Он воскрес. Подойди, посмотри, подойди, не бойся. Что же увидели они? Они подошли, эти лежат в трепете и в ужасе все. Все это оружие, все это абсолютно в один момент, в один миг, абсолютно все, абсолютно бессмысленно. Они пошевелиться даже не могут, они просто в трепете лежат все. Две женщины, которые верили Иисусу, которые любили Его, которые пришли посмотреть. Они проходят туда, заходят в эту могилу и смотрят. Что же они смотрят? Есть несколько мыслей, которые я хочу сказать вам первое. Они видят, что Его нет там. Он жив, наш Иисус жив. Друзья, я хочу немножко остановиться на этом. Знаете, сколько в истории было людей, которые объявляли себя Богом. Императоры думали, что они вечные. Люди пытаются продлить свою жизнь, быть живыми. Сколько людей насмехались. Где они сегодня? Ницше, мертв. Хотя он был атеистом и говорил, что Бог умер, Бога нет. Но Бог не мертв. Бог всегда говорит свое слово. И чаще всего говорит последним. Чаще всего позволяет людям говорить, что они хотят, придумывают, клевещут. Но, в конечном счете, Бог говорит свое слово. И здесь, знаете, прямо среди всего этого ужаса, среди боли, страданий, отчаяния, вдруг свет, ангел, говорит, подойдите, посмотрите. Они увидели, что Иисуса нет там в могиле. Он жив. Второе, я думаю, что они пережили, когда они зашли туда, они пережили то, что камень тяжеленный, он в стороне, но они сами его не отваливали. И понятно было, что он был отвален ангелом. Понятно было, что кто-то это сделал. Это называется благодать. Когда ты ничего не должен делать уже. когда ты просто можешь принять. Ты можешь принять спасение. Ты можешь принять прощение. Ты можешь принять свободу от твоих грехов. Ты можешь получить свободу от зависимости. Ты можешь получить свободу от раздражения, от гнева, от отчаяния, от зла, от всего того, что просто мучает тебя. Свободу от прошлого твоего. Ты ничего не можешь сделать. Все сделано. Иисус сделал. Он сказал, совершилось. Он сказал, совершилось. И вот это и есть благодать. Давайте еще раз посмотрим, что сказал ангел. Он сказал, не бойтесь. Это первая мысль. Ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого. И дальше он сказал, его нет здесь, он воскрес. Посмотрите, последние слова Иисуса. Совершилось. Первые слова, посланные с небес. Иисус, не бойтесь. Вот оно, послание небес к тебе. Не бойся. Не бойся. Иисус все сделал. Не бойся. Есть у Исаии такие чудесные слова, которые согревали меня в разные моменты моей жизни, в разные сезоны. И здесь написано так. Исаия 43 глава, здесь Бог говорит, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Я обращаю это к себе. Не бойся, ибо я искупил тебя, ты мой. И я чувствую, как он говорит прямо ко мне. Он говорит прямо к тебе, не бойся, ты мой. Пятый стих 43 главы Исаия. Не бойся, ибо я с тобою. Не бойся, ибо я с тобою. 41 глава 10 стих. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. И вот что они пережили там. Они пережили благодать. Ничего делать не надо. Все сделано. И Иисуса здесь нет. Он воскрес. Камень отвален. А ведь они шли и думали, кто бы нам отвалил камень. Может быть, ты сегодня думаешь, у меня тоже камень на сердце. Я не знаю, кто мне может отвалить. Если ты поднимешь свой взгляд на Иисуса, на крест, ты переживешь. То, что пережили тогда эти женщины, они пережили эту благодать. Не бойся. Ангел сказал, не бойся. Все сделано. Есть от Бога послание. Есть с небес Слово к каждому из нас. И это Слово не бойся. Не бойся. И третье, что с ними случилось, они вышли оттуда, они не могли молчать. Они просто стали другими. Представляете? Представляете, вот через что они прошли вот эти несколько дней? Крест, смущение. Потом воскресенье утром, голос от ангела, не бойся. Эти охранники, которые в трепете, в ужасе, просто лежат здесь. И они выбежали оттуда. Они не могли оставаться прежними. Это радикально изменило их жизнь и их судьбу. Они стали служителями, предвестниками Евангелия. Они стали служителями Божьими. Я хочу молиться вместе с тобой. Иисус в действительности воскрес. Давайте закроем свои глаза прямо там, где ты находишься. Празднуй воскресение Господне. Позволь, чтобы его благодать коснулась тебя. И давайте вместе скажем, Господи, я прихожу к тебе такой, какой я есть. Я хочу пережить то же самое, что пережили тогда эти женщины. Господи, я хочу пережить твою благодать. Я хочу, чтобы ты отвалил камень с моего сердца. Прости меня, очисти меня. Господи, я верю тебе. Иисус, я принимаю тебя. Я благодарю тебя. Я знаю, что ты мой спаситель. Спасибо тебе, Господь. С этого момента я называю тебя моим Богом и Спасителем. Прошу прости все мои грехи. Я прошу тебя, дай мне новую жизнь и дай мне идти за тобою и служить тебе всем моим сердцем. Аминь и аминь. Возлюбленные, поздравляю вас. Иисус воскрес. Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Христос воскрес.